Всем привет, с вами Красный Скорпион и это первая часть моего прохождения игры под названием Need for Speed the Run или же переводя на наш русский сленговый язык, жажда скорости, забег, ну или заезд, если в контексте автомобилей. Собственно, почему я решил пройти данную игру? Ну, во-первых, потому что это одна из моих самых любимых игр прогонки, даже несмотря на ее довольно невыразительный и непродолжительный сюжет, но все-таки здесь все еще рабочий мультиплеер, что удивительно, то есть коллективная игра там иногда можно найти, какие-то даже не пустые, чуть ли не полные лобби, и серии состязаний тоже как бы вытягивают, то есть сюжет можно вообще забить. Но я решил пройти именно сюжет, потому что, ну, для гоночной игры он довольно-таки неплох. Вышла эта игра еще в 2011 году, тогда же, когда и Battlefield 3, но с иском популярности намного меньше. К тому же я понимаю то, что вас, скорее всего, задолбали уже видеоролики про Тарков с походами на одну и ту же локацию таможни. Я просто туда хожу, потому что считаю ее самой сбалансированной, на заводе просто слишком быстро умираешь, потому что карта очень маленькая, там, если ты не навострил уши, тебя буквально из-за угла с пистолета сольют. А в лесу просто нефиг делать, а берег настолько огромная локация, и у нее даже нет карты, что по ней очень сложно ходить и выживать, соответственно, тоже сложно. Ну и как бы походы на одну и ту же локацию наверняка не так интересны. Здесь же я решил немного разнообразить канал, записать прохождение игры. Причем прохождение будет записано довольно-таки маленькое, недолгое, потому что проходится игра где-то за 2,5 часа. Именно сюжетная часть, там, серии состязаний еще 2,5 часа, а коллективная игра проходится до бесконечности, пока не перестанет нравиться. В общем, все, давайте начинаем. Что-то предыстория слишком большая получилась. Так, начать новую игру. Экстрим-сложность максимальная. Так, главный герой Джек Рурк. Джек-гонщик, один из лучших, но из-за своего характера он увяз в долгах, которые ему самому ни за что не вернуть. Мафия назначила награду за его голову, он хочет решить свои проблемы. И тут, собственно говоря, идет обильная демонстрация графики в игре, сделанной на движке Frostbite Engine второй версии. На таком же, собственно говоря, сделана и Battlefield 3. Нам показывают автомобиль Porsche Carrera 4S или 4S. Собственно, издатель Electronic Arts, разработчики Black Box. Играет драматичная музыка. В принципе, вступление нравится мне довольно-таки. Ну, это, собственно говоря, про прорисованному лицу. Я так понимаю, что это наш главный герой. Но вы просто посмотрите, там ресницы прорисовали, бородавку, бородку, щетину, блеск в глазах. То есть, ну, для 2011 года графика для гонки более чем. Хотя, наверняка находились и единичные экземпляры, которые все-таки вытягивали по графике гораздо больше. Но в гонках, лично я считаю, что графика не главная. Главное это все-таки количество автомобилей, их разнообразие характеристик. Чтобы каждый автомобиль от другого отличался. Они все не были одинаковы по управлению. И в этой игре это, в принципе, более-менее соблюдается. И нас уже хотят закатать под пресс. Видим, как приборная панель прорисоводская нажимает на рычаг. Все, мы полетели. Да, блин, слоу-мо. Из ниоткуда прорисовались два главных гада. Собственно говоря, подобное стремление умертвить главного героя я видел еще в игре Хэйверейн 2010 года. Правда, там это было показано немного по-другому. Так, ладно, все, прочь из машины. Мне кажется, что мы здесь быть не должны, а то сюжет не начнется. Здесь встроенные квиктайм-ивенты, которые нужно очень быстро нажимать. Я, в принципе, уже фактически все запомнил. Но я и говорю, игра довольно-таки короткая. Но особо важные сюжетные моменты я спойлерить не буду. Поделывать эмоции, как в знаменитом ролике про Call of Duty Modern Warfare 2, я тоже не буду. То есть, ну, буду просто отыгрывать роль главного героя более-менее. Даже несмотря на то, что знаю сюжет. Самое интересное то, что я только сел в машину, они уже были в двух метрах. И как они меня не вытащили, я вообще не понимаю. Ладно, поехали. Мы на Audi RS4. Довольно неплохой автомобиль для ухода от мафии на Porsche Cayenne. Особенно на старых. Хотя в то время, когда вышла эта игра, они все еще были в ходу. А в нас еще и стреляют. Поэтому эта миссия в два раза хардкорнее. Самое интересное то, что у этих вражеских мафиозных Porsche Cayenne такая безумная физика, что их просто метает по дороге, как тузик грелка. А вот этого я что-то не понял. Это что был за таран такой? Так, ну, взрывающиеся бочки это клише фактически всех шутеров. Если вы подумали. Не гонок, поэтому странно. И еще одно клише, это, естественно, пояс. И мы успели. А злодеи остались с носом. Все, мы уносимся на безумной скорости. Так, и подруга и знакомая главного героя, про которую я никогда не успеваю дочитать информацию, потому что почему бы не сделать исчезновение этой информации слишком быстрым. В общем, мы в китайском квартале. Кто-то уже разделывает курицу, причем довольно-таки странно. Что там, 2 доллара 50 центов за что-то. Чувак за соседним столом приуныл. Вообще, я думаю, что мы сейчас... То, что мы сейчас суши будем есть, то нет. Почему-то мы пьем кофе. Говорят, ты совершил ошибку, Джей? Большую ошибку. Не ошибается тот, кто ничего не делает, ты же знаешь. У нас в районе так и есть. Видимо, ваш район очень суровый. Знаешь, я могу тебе помочь. Ну вы понимаете, к чему все клонится. Кстати, вот этого персонажа, выходящего из дверей, запомните. Он в будущем нам еще встретится. Да, или нет. А есть третий вариант ответа? Ты все знала еще до того, как я вошел. Во, выкрутился. На самом деле, озвучка на русском языке, как мне кажется, лучше, чем на английском. Гонка от сам-процесса до Нью-Йорка на старте только лучше. Победишь? Я решу твою проблему. Плюс 10% от призов. Стой, 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 стой. 10%? На канун 25 миллионов. Считай. Оу. Ты вперед. 2,5 миллиона долларов. На 2011 год, если считать по курсу, допустим, 30 рублей за доллар. Это сколько у нас? 75 миллионов рублей, друзья. 75 миллионов рублей. Это фактически Бугатевир. Хотя здесь проще ориентироваться по долларам. Ну и мы вносим первоначально, так сказать, деньги за то, чтобы нас приняли в гонку. Нам кидают какой-то планшет. Ну, судя по виду, это что-то среднее между iPad Mini и Nexus. Наверное, все-таки Nexus. Ну и демонстрируется лого игры. Причем вот эта фраза «Машина без проблем» была сказана намного менее пафосно в оригинале, потому что он там типа что-то на английском промямлил. Я играл на английской озвучке там «Cars, I got covered». То есть, возможно, для американцев это тоже звучит пафосно, но... Но Денис Карамышев со СтопГейма наверняка вставит свои 5 копеек даже по поводу локализации данной игры, несмотря на то, что сюжетка здесь всего на 2,5 часа. Ладно, не будем трогать локализацию больше. Ну, опять-таки, я просто записываю на русском, потому что и вам понятней, и мне слушать приятней. Так, вот наши автомобили. Неизвестно, сколько мы на них потратили, потому что это реально гараж Джека. В оригинале, во всяком случае, было так. Так, у нас здесь M3 GTS от BMW, коллекционная. Видимо, машина самого Джека. Nissan Fairlady 240Z. Машина NFS специально прокаченная для гонок. То есть, вон у него там специальные крышки над покрышками. Крышки над подкрышками. Масло масляное. В общем, Shelby Nation. 100 тысяч долларов 2011 года. Тоже машина NFS. Правда, управление очень сложное. И вот это только для... Нехороших людей, которые купили себе ограниченные здания. Я не знаю, чем вообще думали Electronic Arts, засовывая эти машины только для ограниченного здания. Потому что в мультиплеере те, у кого консоли или ограниченные здания, на этих автомобилях только и ездят. И это немножко раздражает, потому что они реально имбовые. Вы только посмотрите на характеристики. Так, ладно. Ну, мы выбираем, собственно говоря, нашу родную машину. Потому что здесь и оборотов больше, и разгон быстрее, и управление нормальное. Хотя вот здесь оборотов больше, но это все-таки Muscle Car. Но сложное управление все-таки лучше не брать. Поэтому берем M3. Да и, собственно говоря, M3 это фактически символ всей серии Need for Speed. Гонка начинается. Начиная с Need for Speed Most Wanted, где эта машина была буквально символом всей игры. И ее хотели абсолютно все мужики в возрасте от 15 до 45 лет. Если вас не устраивает результат по последнему пройденному участку. Ну да, определенно. Прикатил еще одно колесо, потому что машина была уже собрана. Кстати, посмотрите назад. Там в гараже внезапно образовалась Audi R8 синяя, которой там не было, когда мы убирали автомобиль. Ладно, все, поехали. Нам нужно добраться до Knob Hill. А вот и первые соперники. А вот и господа полицейские. То есть я не знаю, что у копов вообще за триггер на скопление экзотических автомобилей. А вот и они. Потому что, ну, для Америки большое количество спортивных экзотических автомобилей наверняка не должно быть чем-то необычным. Там же, в конце концов, все берут кредиты. Зарабатывают неплохо. Подкрепление в борьбе с чем? Неужели на вас уже успели напасть или устроить аварию? Что-то я сомневаюсь. Против меня выпустили поганью зонду. Которая намного быстрее М3. Я вообще не знаю, кто чем думал. Давайте, вызывайте всех, кто есть. Будь повеселее. Так, похоже, нас поймали на видеорегистратор. Первые 150. Значит, 60 соперников за где-то тысячу километров. Это, кстати, была та самая Audi R8, которая внезапно появилась... Вау. Которая внезапно появилась в гараже после того, как мы оттуда выехали. Взбиваем просто все на своем пути. Мы же просто как танк топим. Кстати, зонда оранжевого цвета уже где-то здесь была. Вон она перед нами. Никто ее не преследует. Что за пиздобольство? Ну, видимо, мы все-таки уже чем-то успели насолить. А вот и путь в зон, да? Понял. Потеряно соединение с серверами EA. Да ладно. Я думаю, что хоть на время игры они станут нормально работать. Но, видимо, Electronic Arts беспощадны. Так, а мне кажется, ты слишком много выделываешься, оранжевая зона. А тут нет обочины. А тут реально нет обочины, здесь только тротуар. Это ж... Не знаю. Мост Золотые ворота, наверное. Хотя нет, он же красный. Так, окей. Лавируем, лавируем, да и вылавируем. Так, так, так. Тихо, тихо. Там уже гражданские что-то ополоумили. Аривидерчи. Да и мы как-то не особо побитые. Завершено. 7 минут 55 секунд. Но меня больше всего удивило то, что было потеряно соединение с серверами Electronic Arts. Ну, между мной и друзьями часто разгорается спор, какие сервера хуже. Причем, самое удивительное то, что теряется соединение с серверами только во время записи. Я не знаю, может быть, запись с помощью ShadowPlay. Что-то делает не так. Хотя интернет у меня есть, опять-таки. Ну, отлично. Господи, установили новое время. Так, продолжаем The Run. Следующая точка троса Altamont Pass. СА. СА, наверное, Сан-Андрес. По аналогии с разломом Сан-Андреса с одноименного фильма. Причем, вот открытый этапов, я так и не понял, с чем это связано. Джек, в Вегасе ты должен войти в первые 150. Видимо, я скалеротик и уже забыл то, что ты мне это говорил, Сэм. Ну, ладно. Самое интересное то, что мы обогнали около пяти соперников, ну, за исключением вот этих двух, и они оказались впереди нас. Чёртовы чей террасы. Так же смотрим на низкополигональный поезд. Хотя, как деталь мира, он, в принципе, смотрится довольно неплохо. И, собственно говоря, здесь на трассе есть определенные места, где можно срезать и сэкономить время. Но в некоторых гонках, особенно в гонках с определенными соперниками, срезки, наоборот, вынуждают тебя тратить больше времени на их преодоление, чем на просто езду по трассе. Так, ну вот, мы и наконец нагнали тех соперников, которых мы, сука, всё равно обогнали. Так, до свидания, ланцер и скировка. Клиссировка. Чёртов, вальсвагер. Ещё один. Ещё один ланцер. Ну, на самом деле, по разнообразию машин игра более-менее. Не знаю, сколько их здесь точно, но достаточно много, чтобы лично меня успокоить. Хотя, например, Project Cars с количеством машин в этой игре конкурируют более чем. Так, я немножко отвлёкся, меня обогнала Супра. Сейчас мы её немножко зад подровняем. Отправляйся в кювет. Ха-ха, нифигаси, я там аварию устроил, они закрутились чё-то. В танце, видимо. И опять. А, это ещё что было? Почему-то камера в дух сменила положение, хотя она должна была... зафиксировать то, как я в слоу-моу еду. И самое главное то, что за первые гонки дают довольно-таки много опыта. Можно легко бустить себе уровень. Хотя здесь уровень нужен только для того, чтобы открывать определённые автомобили. Причём, как только открывается самый топовый автомобиль в серии, естественно, в мультиплеере только на нём и ездят. Ну, есть, конечно, энтузиасты, которые там ездят на других, более медленных автомобилях, но обычно их нигде, кроме обочины дороги, увидеть нельзя. Так, следующая точка магистраль 580. Тот же алтамонт пасс. Так, гонка на время. Причём, это ещё цветочки, на самом деле, вот эта гонка на время. Потому что на экстрим сложности здесь многие гонки на время проходятся не с первого раза. Далеко не с первого раза. А если вы ещё и не на той машине, то они вообще могут быть непройдувлены. Ну, не на той машине, имейте, не на оптимальной. Видите, 4 секунды осталось на волоске. Так, видимо, летящий самолёт. Лучше, на самом деле, ехать по внутренней полосе, хоть мы и будем сбивать постоянное ограждение. А вообще, гражданским, видимо, пофиг то, что сзади них несётся чёрная М3 на скорости свыше 300 км в час. Ну, ладно, будем честным милом. Сверх 250. Ну, опять-таки, фоновые пейзажи здесь очень даже красивые, несмотря на то, что низкополигональные. Вот эти ветряки, это всё-таки необычные. Так, здесь тоже надо лавировать, лавировать, да и выловировать. Но более всего мне здесь нравится всё-таки музыка. Наверное, в следующем выпуске я её сделаю немного погромче. Потому что, реально, музыка, хоть DC, довольно-таки часто повторяется в гонках, но, лично, она мне ещё ни разу не надоела. Музыка очень душевная. Прямо подчёркивает напряжённость гонки. Так, всё, один километр остался, 14 секунд. 100 метров за 1,4 секунды. Это довольно-таки хитро. Всё, мы завершили. Отлично. Ну, и, собственно говоря, никакое место мы за эту гонку на время не выиграли. Хотя, могли бы. Но проблема в том, что из-за большого количества обгоняемых соперников в каждой гонке, чуть ли не от 5 до 10, только в конце мы там обгоняем уже по трое за каждую гонку, вы улучшили предыдущий результат на ещё, что ли, улучшил. Господи, да я же так быстро ехал. В общем, то есть игра очень быстро проходит из-за того, что вот эти 200 соперников, мы каждую гонку буквально обгоняем где-то соперников по 10. В среднем, ну, в среднем около 8 соперников за гонку. И это очень, очень много. Поэтому игра проходит довольно быстро. Да и трассы, опять-таки, хоть и красочные, но иногда повторяются. Ладно, продолжаем заран. Ага, всё, это конец этапа. В общем, здесь около 10 этапов. Всё, этап первой западной побережья завершён. Первый в рейтинге среди друзей, которых нет. Ладно, в общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Красный Скорпион. Оценивайте по достоинству, дизлайк или лайк. Увидимся в следующем видеоролике. Пока.